Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и сегодня я хочу показать вам очень яркую шахматную партию, которая была сыграна на онлайн олимпиаде между лидерами своих сборных, китайским гроссмейстером Дин Леженьем и Яном Кшиштовым Дудом из Польши. Итак, белым играет Дин Лежень, начинает ходом Д4, Дуда отвечает конем в 6, и с перестановкой ходов на доске возникает ферзевый гамбит. Дуда избирает модную систему с ходом А6, вынуждая белых побить пешку на Д5, и потом слона черный выводит на поле Е6, коня на поле Д7, стоят вроде бы пассивно, но поэтому очень крепко. Постепенно черные заканчивают развитие, белые занимаются тем же самым, и Дуда проводит продвижение С7-С5. Типовой прием для данной позиции, интересно, что конкретно такая позиция уже встречалась в практике Дин Леженья, тогда он играл с Яном Непомнящим в 2019 году, и в той партии он побил пешку на С5. Черные побили конем, белые сделали рокировку, поставили ладью на С1, отступили слоном из-под боя, потом перевели коня на поле Е2, и получили типичную игру против изолированной пешки. Мы видим, что очень удобные поля Д4 и Е5 у белых есть для фигур, но тем не менее, эту партию китайцу выиграть не удалось, и партия завершилась в ничью на 95-м ходу. В нашей заствами партии Дин Леженья пока воздерживается от взятия пешки С5, он играет А4, препятствует дальнейшему надвижению черных пешек на ферзевом фланге. Рокировка, рокировка, черный ставит ладью на С8, выводит ферзя на активную позицию, белый тоже усиливает позицию своих фигур, отводит слона заранее на поле С2, и в этой позиции Дуда снимает напряжение в центре и ходом С4. Идея в черных в том, чтобы поставить своего слона на поле Б4, и в удобной редакции начать атаку на ферзевом фланге путем Б7-Б5. Конечно, это все нужно еще подготовить, а белые первыми начинают атаковать, как только центр оказался закрытым, Дин Лежень бросает в атаку пешку Ж, он играет Ж4, и на слон Б4 вроде бы черные создали угрозу побить белого коня, так вот белые не обращают на это абсолютно никакого внимания, и играют Ж4-Ж5, немедленно вскрывая позицию на королевском фланге. Здесь надо сказать, что Дуде должен был просто побить пешку на Ж5, и после взятия конем плохо взятие на Ц3. В этом случае белые задвигают свою пешку на поле А5, блокируют черные пешки, и ферзь на поле Ц3 может оказаться в беде. Кроме того, пешка на Б7 очень слаба. В общем, белые здесь довольно быстро отыгрывают пожертвованную пешку, и получают солидный перевес, но вместо взятия коня на Ц3, у черных здесь много хороших продолжений. Можно, например, ладью на Ц6 вывести, можно поставить пешку на Ж6, с тем, чтобы потом короля на Ж7 подтянуть, а можно, например, укрепиться путем конь Ф8. Во всех этих продолжениях белые сохраняли определенный перевес, но все-таки черные были еще в игре. В нашей с вами партии Дуда решает побить коня на поле Ц3, и это, по сути, решающая ошибка. Итак, Дин забирает коня, черные забирают пешку на Б2, ладья отступает из-под боя, слон тоже убегает, и белые забирают пешку на Ж7. Невооруженным глазом видно, что белые достигли намного большего. Они разрушили прикрытие черного короля, грозит уже и взятие пешки на Б7, и взятие пешки на А6. Ну и, в общем-то, позиции короля выглядят достаточно сомнительные, однако черные получили защищенную проходную пешку на поле Ц4, которая в Эншпиле может оказаться большой силой, и после взятия пешки на А3, воименно у черных лишняя пешка, кроме того, Дуда планирует довольно неприятную связку слон Ж4, от которой будет очень непросто отделаться. Но ответ китайского гроссмейстера по имени поистине поразил польского товарища. Дин Ли Жень играет конь Ж5, начиная атаку с жертвы коня, прямо под бой пешки. Черные должны забирать эту лошадь, иначе атака происходит на халяву, и ферзь включается в атаку, грозит мат с полей Х7 и Х8, поэтому приходится забирать пешку Ж7. Ферзь объявляет шах, теперь если король отступает назад, то после взятия пешки на Ж5, белые отнимают поле Е7 у короля, и в ближайшем ходу матуют, поэтому король черных идет вперед, защищая пешку, но Дина это уже не останавливает. Слон бьет Ж5, еще одна жертва фигуры, вымаливая черного короля поближе к себе. Теперь на взятие слона последует шаг с поля Ж7, король вынужден идти вперед, и здесь белые побеждают, например, взяв пешку на Ф7, потом объявив шах, еще шах, и ставят белый мат, так что слона брать нельзя. Пытается Дуда убежать королем на ферзьевый фланг, но это уже не помогает. Белые отыгрывают фигуру, и продолжают атаковать с полным комфортом. Ладья бьет Б7, грозит взятие коня. Черные перекрывают диагональ ферзью, теперь ферзь Ф5, грозит взятие пешки. Черные защищаются из последних сил, но Дин подключает к атаке последнюю фигуру, ладья подходит на поле Б1, и здесь уже становится понятно, что черным не защитится. Король С6 пытается убежать король, и Е3, Е4 вскрывает центр и окончательно добивает черных. Пытается еще Дуду сопротивляться ходом слона Д6, на что следует перекрытие. Мы с вами видим, что ферзь защищает пешку на Д5, и для того, чтобы разрушить эту защиту, Дин играет ладьей на поле Д5, прямо под бой пешки. Шаг на Е1, король просто отступает из-под боя, на что шаги заканчиваются, и здесь польский грозмейстер поизнал свое поражение. На взятие ладьи происходит просто взятие на Д5, и красивейший мат в центре доски. Такая вот фатальная ошибка Дуды привела к разгромной атаке и поражению. Кому понравился обзор, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. А с вами был Евгений Шувалов. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok